итак что мы имеем имеем фирмы саламандр упаковку как принято говорить жидкого крема до жидкий крем вещь которая позволяет восстановить поврежденную кожу по крайней мере так говорит реклама найдет с таким аппликатором напоминает чем-то кисточку которую используют женщины для своих целей также можно использовать помимо аппликатора и ватной палочки профессионально восстанавливающий крем реставратор для всех видов гладкой кожи специально разработанный комплекс из наполнительной и высококачественного твердого воска эффективно скрывает царапины потертости и трещины состав так что они нам предлагают сделать здесь есть все в рисунках но если без рисунков а буквами то перед нанесением изделия изделия тщательно очистить но это само собой разумеется поврежденную кожу отшлифовать пилочкой для ногтей или мелкой шлифовальной бумагой нанести равномерный слой средства с помощью аппликатора или ткани дать высохнуть примерно 15 минут если необходимость повторить обработку написано made in Germany открываем коробочку в наличии данный аппликатор и само средство кто не знает нужно протыкать в колпачке имеется острое наподобие наконечника углубления и мы вот так проткнем так я проткнул до дырочка имеется закрою и что нам нужно иметь также в наличии я сейчас минуточку ваш возьму какую-нибудь бумажку что очень важно бумажный на всякий случай так имея ботинок ботинок мужской здесь имеются в наличии видите какие потертости не знаю вам видно не видно но достаточно существенные вот они раз-два я хочу вот эту поверхность попробовать обработать но советуют отшлифовать вот эти края махровые вот они сейчас попробую я это сделать может быть чем-то на типа пилочки для ногтей может быть постараюсь так пока жена спит я взял ее пилку для ногтей и вот здесь кусочек я уберу да нет конечно шучу не мог я взять вещи у жены без ее спроса эта пилка бракованная какая-то стеклянная неудобная и вот сейчас попытаюсь здесь бахрому которая напротив повреждений убрать я не знаю по сути дела вот этот ботинок не только он а другой левый его собрат они должны быть уже на свалке истории но я решил попробовать жидкий крем буду их использовать сейчас в плохую погоду но вроде бы вышло все как надо попробую сейчас я покрасить беру открываю и сейчас буду красить кусочек беру этого средства и наношу а где она и наношу легким движением руки брюки превращаются и сейчас я буду красить не говорит должна получиться тонкий слой вот и закрасил посмотрите должен получиться тонкий слой как бы новой кожи и сейчас второй кусочек возьму точнее вторую царапину вот здесь попробую закрасить написано что если вам необходимо можете повторить операцию второй раз ну а так я смотрю закрасилась и существенно посмотрим отдать подсохнуть 15 минут по крайней мере закрасит все еще скажу главное чтобы это долго было в каком плане долго не на всю жизнь конечно но чтобы это держалась по крайней мере ни один день потому что рисовать каждый день данные красивые рисунки у меня лично особого желания нет вам чтобы это была твердая пленка может быть это что-то на типа знаете супер клея только черного я так думаю ну видите я закрасил здесь особых уже повреждений они не просматриваются посмотрим через 15 минут надо засечь время и потом взглянуть главное подготовить поверхность которую вы собираетесь закрасить этим средством достаточно хорошо вот эту царапину я обработал пилкой для ногтей здесь убрались края махровые от кожи отошедшей и средство легло незаметно ну естественно так всегда нужно сделать а вот в этой области я не сделал пилкой для ногтей поэтому здесь видно царапину но она заполнена в принципе этим средством которым я использовал так достаточно очень хорошо то есть нужно подготовить обувь для покраски